Всех приветствую! Продолжаем рассматривать работы художников, знакомиться с их автобиографией. Витторио Матео Коркос. Итальянский художник, известный своими портретами. Многие из его жанровых работ изображают обаятельных и изысканно одетых молодых мужчин и женщин в момент отдыха. Родился в Ливорно, еврейской семье, 4 октября 1859 года. Обучался в Академии изящных искусств Флоренции у Энрико Паластрини. С 1878 по 1879 годы он работал под руководством Доминика Морелли в Неаполе. Затем отправился в Париж, где познакомился с Леоном Банна, где подписал контракт с Международным аукционным домом торговцев современным искусством и предметом коллекционирования «Гупил энд Си», благодаря чему смог поднять свой доход в качестве художника-портретиста иллюстрациями для журналов. Я цитирую переводную Википедию. Часто вращался в кругу Джузеппе Денитиса. Между 1881 и 1886 годами часто выставлялся в Салоне. Вернулся в Италию в 1886 году, предположительно, чтобы вступить в армию и поселиться во Флоренции. Принял католицизм, женился на вдове Эмми Чиабатти. Во Флоренции завел друзей в интеллектуальных кругах, написал портреты Сильвестро Леги, Кардучи и Петро Маскани. После 1900 года писал для флорентийского журнала «Марзокко» или «Марзокко» – еженедельный литературный художественный журнал на итальянском языке, выходящий во Флоренции. С 1896 по 1932 год. Публиковал короткие рассказы про личных журналов. В 1904 году отправился в Подзыв, чтобы нарисовать императора Вильгельма II и других членов германской монархии. Во время Первой мировой войны его сын погиб в бою. Это было в 1916 году. В 1920-х он присоединился к группе «Лаброникко» – итальянское художественное объединение, основанное в Ливорно, в 1920 году. Написал портреты Муссолини, графини Анны Маразини, принцессы Орлеанской, королевы Португалии Амели, Джакомо Пучини, Петро Маскани. В 1913 году его автопортрет был принят Музеем Уфицы. Умер во Флоренции в 1933 году. Вот так в праце из переводной википедии о Виторио Матео Коркос, итальянский художник, известный своими портретами. Многие его жанровые работы изображают обаятельно и изысканно одетых молодых мужчин и женщин в момент отдыха. Пока-пока, до свидания, смотрим работу. Субтитры подогнал «Симон»!